Есть еще множество учений, вот если рассматривать не религию, и религия это слишком такое вот это, если рассматривать философию, например, есть огромное количество философских учений, и если их изучить, прям вот до глубины, то можно это каждое учение воспринять как истину последней инстанции. Философские учения это теория, а это практика. Вот тот самый Денис, который организовал как раз клуб АУМ ЕКБ у нас в Екатеринбурге, он прочитал очень много философских книг, и он говорит, что это просто размышления и никакой практики. Что ты ее прочитал? Ну да, и все, и больше ничего. Вот в том-то фишке йоги, что здесь присутствует практика, как говорится, всего лишь 1% теории. То есть ты прочитал какие-то вещи, но теперь-то тебе их нужно проверить самому. А философия, вон они эти философы, как действительно, как библиотека. Ты пришел к нему, он тебе рассказал то-то, то-то и то-то. Как книжку с полки взял. Куда эти знания, что с ними делать, кому они пригодятся в жизни или это в другим. Тут абсолютно прикладные вещи, делай то-то, получи что-то. Смотрел, сделал, результат увидел. А почему вы уверены, что точно будет то, что вы думаете? А потому что это... Почему вы думаете, что вы точно куда-то там переродитесь, что существует карма и так далее? Ну вот откуда это знание-то? Нет, так это ты уже по жизни просто видишь. Смотришь, анализируешь, что происходит. То, что все возвращается, имеется в виду. Можно это принять, но в любом случае мы все люди, и никто из нас не имеет права сказать, что то, что я думаю, это точно так. Вот и все. Поэтому есть практика, чтобы увидеть это. На самом деле, что ты сел и увидел это. Ты, наверное, пытаешься понять эти все вещи умом. А ум, я же еще раз сказал, это надстройка. И во всех, в йоге об этом и говорится, что с точки зрения ума, это самая прочная ловушка, которая только может быть у человека. И с точки зрения ума все эти вещи не понять. Необходима практика. Вот, например, по той же реинкарнации. Когда ты вспомнишь, как ты был тем или иным существом, то есть почувствуешь себя им, тебя не будет сомнений. Поэтому и говорится, чтобы, например, эта йога не была, скажем так, голословной, вернее, эти понятия не были голословными, нужно заниматься. Но, как показывает опыт, сколько ты не выплясывай и сколько ты не рассказывай, дойдут единицы. Потому что это нужно усилия прикладывать. Потому что это нужно аскезы применять, чтобы перекрыть вот эту утечку. Ум – это такая штука, которая тебе не даст никуда пойти. Она тебе будет концепциями заваливать. Я раньше, когда мне говорили вот об этом, об уме, во мне кипело столько, думаю, ну как это так? У меня столько вопросов. А они мне говорят, иди занимайся йогой. И не отвечают ни на что. А потом все вопросы отвалились. А хотите я вам расскажу притчу, кстати, по этому поводу? Опять же, про Будду. Пришел к Будде один, такой же, задавал вопросы. Ну, в смысле? Нет, ну, я имею в виду, как я когда-то. Задавал вопросы. Будда, а вот почему ты мне можешь сказать о Боге? Что такое Вселенная? Как она устроена? Почему ты мне рассказываешь эти вещи? Будда говорит, а я, говорит, расскажу тебе. Только при одном условии. Если ты год проживешь в монашеской общине, а потом я тебе раскрою все эти тайны. Будда сказал ему эти слова, а монах, который сидел рядом и слышал это, засмеялся. И этот мужик, у которого были вопросы, спрашивает, а что ты, говорит, смеешься? А тот отвечает, да он, говорит, тебе ничего не расскажет. Но, тем не менее, все-таки человек остался в этой монашеской общине, провел год в общении с учителем, с Тадхагатой. И настал, прошел год, и ровно через год Будда сам подходит к этому человеку, у которого были вопросы, и говорит, ну что ж, говорит, дорогой, давай. Я готов ответить на любые твои вопросы. А тот посмотрел на него. Говорит, у меня больше никаких вопросов не осталось. Понимаете, в чем фишка? Вот так работает ум. Вот это ум, это собака, которая, как щенок маленький, он ничего не понимает, он лает, бегает. А по мере взросления, и пока ты его воспитываешь, он потом выполняет твои команды. Вот это тоже самое ум, это то, с чем мы работаем в медитации. Скажите, у кого получилось хотя бы минуту удержать сегодня в медитации, образ перед глазами. Есть такие? Минуту, да нет, какая минута? 30 секунд. Сложно сказать. Там время летит совершенно по-другому. Получилось, да, 30 секунд? Мы засечем. И вот так он и будет терзать. Он будет очень много вопросов, это просто ужас. На них замучаешься, отвечай. А вот здесь как раз вот чем йога хороша, она заставляет эту собаку утихомириться. И потом действительно, это я уделюсь как раз с вами своим опытом. У меня было очень много вопросов. А потом вопросы отвалились. В конце концов, Вселенная, она не безразлична. Если у тебя есть вопрос какой-то, тебе все равно придет ответ. Рано или поздно. Конечно, в наше время, в такое вот, когда вот это вот... Ну это я маленькими буквами написал. Чтобы прорваться через эту баррикаду, которая выстроена в сознании каждого современного человека, это нужно иметь определенный опыт и рвение, что ли. Ну вас никто не заставляет. Ну потусуйтесь в йога-лагере, поедете домой. Наберетесь опыта. Умрете. Родитесь, наберетесь опыта. И потом придете, как-нибудь встретимся в другой жизни. Что вы думаете, мы просто так, что ли, с вами тут собрались? Нет, просто кармические. Да вон, даже те же джатаки почитайте. Вот там Будда, у него сколько этих монахов собралось, он со всеми встречался. И вот каждый из этих монахов сохранил какую-то тенденцию, определенную, свойственную только ему, воплощается с ним из жизни в жизни и характеризует того или иного монаха. Вот про того же монаха, который неумеренно и в еде был, и умер. Этот монах был сыном его, то есть попугайчиком. Этот попугай-сын летал на остров за Мангу и обожрался так, что, летя обратно, утонул в воде. И даже будучи монахом уже в общине Будде, он тоже обожрался и умер. То есть, вы понимаете, это не прерывается, вот эта тенденция. Поэтому вот так вот все и встречаются. В жизни только лица меняются и немного другие условия. Кто его знает, сколько вы мне этот вопрос задавали? А правда ли, что йога – это действительно то? Это как фильмы, знаете, снимают эти фантастические, про эффект бабочки, пророк. Люди, снимающие такие фильмы, они не просто так, как снимают. Это может быть с благословления богов, что люди, посмотрите, хотя бы в такой форме показывают, что эта жизнь, она не однозначна, скажем так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова